И о поводу Гаури и Кунды есть очень интересная история, что однажды во Вриндавану шли слухи, что Кришна встречается с Радхаранием. И Кришна выбрал для их свиданий заброшенный храм Гаури, богини. И Кришна ждал Радхарани в этом храме, а Радхарани под предлогом поклонения богини Гаури взяла цветы, гирлянды и закрылась с Кришной в храме. Но в это время Джатила, Кутила, которые являются старшими тетушками полиции Наравану, решили, что высадили Кришна с Радхаранием и стали ломиться в дверь вместе с Ахиманией, легальным мужем Радхаранием. Когда Кришна, чисто по-индийски, все как в индийском кино, спрятался за божеством богини Гаури, и Радхарани стало на колени, стал совершать молитвы, поклоняться. Затем Раскутилы бежали в храм вместе с Ахиманией, и вдруг богиня Гаури заговорила, кто вы такие, почему вы нарушили мой покой и поклонение. Она сказала, прости, прости, богиня. А богиня стала говорить, Радхарани поклоняется мне, чтобы спасти от смерти мужа Ахиманиош. Ее чистота и целомудренность столь велика, что только целомудренная женщина может спасти своего мужа. Я стал читать различные писания. И тогда Затем Раскутил, сказал, о, богиня, спасибо тебе за то, что ты спасла. Она сказала, поклянитесь мне, что вы никогда не хотите захотите отправить Радхарани из-за недавана. И так они поклялись, что Радхар всегда будет в недавне. Радхарани совершили поклонение Гаури и счастливые шли, а Господь, конечно, так и удивительно влилась в Радхарани. Так слава Радхарани была явлена по милости богиня Гаури, которая является также створением Йога Майя, Маха Майя. И это место Гаури-Тирка, Гаури-Кунда. И мы также проходили Сурабхи-Ван, где мы видим множество коров. Сказано, что это место Сурабхи-Ван, и там же находится старый храм Модена Мохана. И в этом Сурабхи-Ване коровая Сурабхи получала свежую траву. Там же находится Сурабхи-Кунджа, которая также присутствует в Новодвипе. И сказано, что здесь, в Барихаспаде, обратился к Господу Брахна, когда Господь Брахна совершил похищение телят и быков, коров, пастушков. Барихаспаде объяснил Брахну, что он совершил великую ошибку. И также попросил его призвать мать Сурабхи, мать корова. И корова попросила за Брахну, чтобы он простил оскорбление Индра. А также она, так сказать, молилась за Господа Брахну. А когда Индра не зашел, чтобы совершить церемонию Ану-Пута, то в области слона и Раваты, он привез все небесные реки, а также небесную Гангу сюда. И поэтому, когда умывали Кришну... Хеллооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Продолжение следует... Продолжение следует...